Я ездил по стране, не сильно много, но в крупные точки, в Томск, в Новосибирск, в Питер, конечно, и объяснял, что нам предстоит сделать, какая будет реформа. И вот мне все припоминают эту самую знаменитую фразу. В новосибирском академгородке, в большом зале сибирского отделения, где было 600 человек, собрались, и объяснил наши реформы, объяснил, что мы создаем фонд, говорил, что денег нет, и в этом году это будет жуть. Поэтому все, что мы можем, это позволить вам открыто выбирать площадки. И произнес такую фразу, которую мне до сих пор помнят. Потому что в России науки слишком много. Начался топот в зале, крики, позор, может быть, или около того. И кто-то сказал, вы что, против того, чтобы в России было много образованных и культурных людей? Я говорю, вы меня не так поняли. Я за то, чтобы все были образованные и культурные. Я под наукой подразумевал рабочие места, оплаченные с госбюджета. И бюджет таков, что невозможно оплатить 800 тысяч научных работников из этого бюджета. Поэтому мы переходим от политики сплошного фронта, это называется, когда СССР вел исследования везде, где вел весь остальной мир, сокрытое государство и так далее. Переходим к политике жестких приоритетов. Мы финансируем только то, что нужно для страны или для ее безопасности. Или там, где мы очень впереди, мы были, мы провели специальные опросы. Примерно в 40% направлений мы были либо впереди, скорее всего, почти нет, либо на уровне. А в 60% уже нет, а именно в 20 примерно. Направление это что такое? Это вот дерево целей построить, математика, а потом линейный алгоритм, анализ. А еще ниже, 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 на уровне примерно 5-го ряда исследуются все направления и опрашиваются, где мы в этой области, далеко ли впереди. Лично они, ученые, говорят, да, впереди, то есть мы сами-то не знаем, провели такие опросы. И вот я и говорю, что процентов в 40 опросы дали мы примерно на уровне или впереди, но не в 100. В 20 мы, вот такая была ситуация, высказываем идеи почти одновременно с зарубежными, но потом приборов нет, строимся долго, опаздываем и в результате теряем приоритет. Ну а в 30-20 совсем плохо. Так я говорю, вот нечего тратить деньги там, где ничего нет. Вот это политика приоритета. И когда обвиняют, началась утечка умов или мозгов, как хотите, конечно, началась. Но вот эти легенды, что все уехали за рубеж, абсолютно ими. Даже сейчас уехала за рубеж, по разным оценкам, тогда уехала 6-7-8, не больше 10%. А к середине 96-го года сократилась в два раза численность. Куда же не делись? Конечно, это внутренняя утечка, то, что называется внутренняя утечка. И тогда начинают говорить, ну ладно, мол, те уехали, хоть наукой занимались. А мы же потерялись с вашей экономикой, вот 50% лучших ученых. Я говорю, ничего подобного. Во-первых, поймите главное, мы с 92-го года вступили в рыночную экономику. Совершенно другой тип экономики. Другая структура ее, да? Новые отрасли появились, банковский сектор, информационный сектор, финансовый сектор, как таковой, консалтинговый, ритейл, торговля и так далее. Я говорю, откуда мы возьмем этих людей? Из Америки, что ли? Они все пришли посмотреть на олигархов, откуда пришли из науки и образования. Потому что были готовые кадры, мы их не наиволили и не заставляли. Они сами себе выбрали карьеру. Но это был науку плюс образование, высшая школа. Это тот резерв, который быстро за несколько лет заполнил все эти новые отрасли людей, в которые брать было абсолютно неудобно. За границей можно эксперта пригласить. А там были десятки тысяч новых людей. Поэтому вот эта внутренняя утечка, это, конечно, не наша беда, а единственный способ построить экономику. Да, она корявая, да, она там с нарушениями, но пошли образованные, культурные люди, рисковые. Если вы возьмете олигархов, то начиная с член-корреспондента Березовского, между прочим, член-корреспондента Академии наук, по-моему, до сих пор не исключенный. Докторов и кандидатов, которые там тот же Абрамов, Евросхолдинг, выпускник моего физтеха, возьмите там дальше Прохорова и так далее, ММО и так далее. То есть все бывшие ученые. Но не все, конечно. Наука ВПК формально нам никогда не подчинялась. Возник сразу гособоронпром, министерство было такое, которое объединило бывшую девятку. А девятка это то, что в СССР называлась такая райская группа, которая как раз жила не под ГКНТ, это гражданская наука, а оборонная наука, 9 министерств промышленности, жили под ВПК. ВПК называлась военно-промышленная комиссия. Хотя называлась комиссия, по сути дела это было огромное министерство, которое занималось вот этой девяткой. То есть такой же комитет. А девятка это что? Минатом, то есть средьмаш, тяжелое машиностроение, 4 электронных министерства, Минэлектронпром, Радиопром, Промсвязи и так далее. То есть вся та промышленность, которая работала на оборону. И это так и осталось, потом сразу быстро это вывели из-под нас. То есть только химическая промышленность туда и сюда работала, радиопромышленность туда. То есть мы и тех финансировали, которые туда входили по программе ГНЦ. Но поэтому я и не занимался. Но сразу, чтобы было ясно, когда встал вопрос о приватизации, в том числе науке. Это же повсеместное было явление. То мы сразу договорились с Чубайсом, что мы не трогаем Академию НОКССР. Она не подлежит приватизации. Институту Академии не подлежат приватизации. Институты научные. И не трогаем оборонку. Все остальное приватизируется. Потому что по статусу они все были, хоть и назывался институт какой-нибудь там, сельхозмашиностроение. По статусу они были предприятия. По юридическому статусу. А значит, приватизация. Были абсолютно анекдотические случаи. Потому что в ГНЦ попали часть Минатомовских институтов. Например, ИТЭФ. ИТЭФ это институт теоретической и экспериментальной физики. Минатома. Вот сейчас он уже под Курчатником. Его подгребли. Так вот, это один из самых высоко цитируемых институтов в России точно. И может быть даже в мире. Потому что это теоретики, физики и так далее. Но по статусу они были предприятия. И они в 1924 году ко мне пришли. Нас собираются приватизировать. Я писал специальные письма. Вы что, с ума сошли? Ну, уже там предприятия. Ну и так далее. То есть, вот были... Академические институты, они были учреждения. По легальному статусу. Поэтому они не приватизировались. Так вот. Значит. Одно из обвинений, что приватизация нанесла огромный урон отраслевой науке. Вы же видите сейчас там во многих крупнейших зданиях, там бывших каких-нибудь НИИ или КБ, там, сельхозмашиностроения, торговые центры, кинотеатры там иногда, рынки даже и так далее. Как же так вы потеряли? Да, дело в том, что как только открыли наши границы и стали покупать все, что можно покупать, выяснилось, что, условно говоря, наши холодильники не конкурентны каким-то ни итальянским, ни южнокорейским, а держали целых там десяток институтов, которые занимались холодильниками. Ну, условно говоря, радиоприемники, то же самое, да, не все какие-то, да, трактора и прочее, и прочее. То есть выяснилось, что на самом деле отраслевая наука, особенно гражданская, во многом абсолютно не конкурентоспособна. Чего нельзя сказать об оборонке, в то время она была вполне, сейчас уже, конечно, многое не так, потому что не обновляется и так далее. Но даже по продажам, по экспорту видно, что оборонная промышленность еще что-то производит, что мировой рынок покупает. А гражданские и отраслевые, поэтому они все и рухнули, поэтому были привизированы, потому что оказалось, что никто не покупает их продукцию, и вот мучаются, так сказать, деньги тратят. Раньше было у каждого министерства, были такие фонды ЕФРНТ, Единый фонд науки и техники, развития науки и техники. Они финансировали там свой собственный трактор, и так из года в год они его улучшали, улучшали. А потом, когда комбайн Нива, вот эту историю, которую я своим студентам рассказываю, когда мы делали КПНТП, то комиссия по сельскому хозяйству говорила о том, что нужно там уменьшить стадо наших этих самых коровушек, не увеличить, все все увеличивают. Почему? Да потому что, говорит, половина стадок в весне на веревках висит, кормить нечем, она дохнет. Так лучше кормить и так далее. Комбайн Нива, который тогда назывался Нива, Росельмаша, да, как вы думаете, сколько, они говорили нам, сколько он работает до первого отказа, ресурс его? Там начинают говорить, не угадайте, 16 часов. Потом рвутся ремни, потому что все на этих резиновых шкивах там и так далее, все было из стали-3. Сталь-3 это самый простейший ржавеющий металл. И вообще промышленность сельскохозмашиностроения во многом делалась в зонах МВД. То есть это те же самые закрытые поселения, куда отправляли некоторых заключенных. Это полутюремы, полуоткрытые, из подручных материалов, ну и не из подручных, конечно. Почему, условно говоря, Су-27 все еще мировой истребитель, потому что он делался выпускниками моих, лучшими конструкторами, физфаками, хмата МГУ, из лучших стали, из плавов и так далее, на лучших заводах оборонки, продувался в ЦАГе и прочее, прочее. А Россельмаш делался иногда выпускниками какого-нибудь Ростовского пединститута, из уголка стали-3, резинотехнические изделия какого-нибудь резинотехнического завода и так далее, такая и продукция получалась. Поэтому вот и говорим, что когда открылись рынки и можно было покупать, сейчас вот Путин ездил на Россельмаш, там уже другие совершенно комбайны, но и то с помощью зарубежных инвесторов они стали другими. То есть вот сельское хозяйство, сколько в него не вкладывали, конечно, надо было вкладывать уже кадры, материалы, подготовку вузов и так далее, и так далее. И было всегда у нас два сектора ВПК, качественный, есть такая теория Еременко, качественные ресурсы и массовые ресурсы. Так вот, качественные ресурсы шли в оборонку, а массовые, во всех смыслах массовые и во всех смыслах ресурсы шли туда.